Наши, сколько мы в миру, сначала женились, а потом уже венчались, уже будучи мирскими свозами, блогскими соединены. Получается, что наши жены не готовы идти дальше, до тех пределов, которые влияют в то, как мы идем? Я могу сказать только, несчастный человек и мученик при жизни уже. Не дай бог это. Я просто не имею, у меня другое. Я женился, когда был верующий, и она была верующая. Но предварительно перед тем, она уже от меня набралась всего. Она была учительницей, уже в школе начала проповедовать, ей знали, решили право учительства. Я ее уже взял, говорится, готовенькую. И поэтому у меня нет вопросов там пост соблюдать, ехать, куда она сейчас там на коленях молится за нас. И если я утром в 4.40, она уже ждет на молитве. Бывает, я сел за стол, ну как говорится, она забухтела что-то там по-своему, и надо где-то. Ну, я могу, у меня силы больше. Я ложку положил, встал в гугл, молюсь Богородице, делала радость, пропелла-то благодатная. А вернулся, она стоит рядом молится. Я только села, она никак не договорила. Я ходил, вчера-то там-то ты, вот это вот, там тебе не надо было-то. А жена не и учит мужа. Я ни слова не говорю, опять на икону. Три раза я ушел, не доел. И это такая каза, она сготовила, а я не ел, ушел на работу. Все. Больше она к этой не приближается. Но я твердо держу эту линию. Понимаете? Здесь как ты себя поверешь. Не так, что я сильно, да я ее размажу, оборони Бог, бить или что-то. Ты ее не возьмешь ничем, как только любовью. И при том, надо помнить, это немощный сосуд. И не потому, что я, там, говорится, переломаю кости, будет плохо. А потому, что, говорит, чтобы не было у вас препятствия в молитвах, Павел говорит, самое большое обитание несостыковки с женой и неурядности, когда в разнобой пойдет молитва, а она не будет, а я буду молиться в другой комнате. Это трагедия уже. Понятно, чтобы не было препятствия в молитвах. Это самое ценное. А когда мы вместе молимся, она с ничего больше не разделяет. Посреди нас Христос. Нет, просто, я говорю не только о себе, а о той ситуации, которую я сейчас наблюдаю у наших же прихожан и так далее, у православных христиан. Может быть, слабоживущих, но тем не менее, этой ситуации, жены не готовы идти на исповедничество. Женам часто удобно жить в городе, а не уходить из города, а выйдете в городе, действительно, у вас соблазна больше. Ведь понятно, что, выбирая, допустим, для того же ребенка школу, мы даже выбираем первого учителя. И часто бывает, учителя нет поблизости. То есть, наши семьи желают большего удобства мирского. Знаете, я теоретизировать могу перед вами. Ну вот, он только что женился, он не только родился ребенок, он вот так сидит. А ребенок, допустим, уже не слушается. А ребенка-то уже два года, уже большой. И он уже ребенок руководит ими, и они там, бабка там все. Я им говорю, ребенка дайте мне на недельку, сколько ты, а ребенок совершенно другой будет. Ко мне в лагерь когда привозят, там есть на форуме, вы видите, Яша плачет. Из Камска привозила Анна, и он в кружку у меня плачет. Дальше прекращает плакать, ничего, даже по мне этого нет. Ну а если она не такая, не могу я вам дать совет такой, который... Не подходит, она уверовала раньше. И вот я сказал ей, а она по-своему сделает. Ну, допустим, она решила ехать в город. Мы сейчас оба в деревне находимся, ей надо там получить. А я поеду, я говорю, ты не ездишь, она не ездит, но я уехал, и она без разрешения, а она уехала. Она мучается ужасно. А я уехала, а тебя нет, да я подумала, то другое. Я не разговариваю, ну ты делал, ты сама с нее хозяин. Она падает в ноги, прости меня, я вот уехала в город, я не знаю как, да я не хотела, а то вот у меня деньги кончат, я знал, было пенсию получить. Я не разговариваю еще, да, конечно, она уже все вижу из себя и сходит. Тогда на молитву давай, пошли молиться вместе. А на молитву еще поцелуй. Ну это только позавидовать можно. А вот такой еще момент, часто дети наши, в силу наших грехов, в силу нашего недооценки этих опасностей, ну по разным причинам, оказываются компьютернозависимы. То есть, ну и холодные, скажем так, молитвы, да. Вот, понятно, что лучше вариант решения этой проблемы, когда родители сами подают пример горячий разлив Бога. Я понимаю, это самое лучшее. Но, вот, тем не менее, как бы, князь Миросева, он берет свое, и это обрудая не только по своей семье, когда ребенок в какой-то момент упустили момент, он пристратился к трассе компьютера. Известно, что дети через компьютер становятся очень холодными. То есть, они к общению... Они бесноватыми делаются. Они просто буйно бесноватые. Так уж и наркомания. Пороть вас надо, вас. Конечно. И каждый день по сорок. И отмачивать, а потом дальше. Как же ты мог допустить? Ко мне привозят в лагерь таких детей. А я их очень быстро узнаю. Заходим в храм, окна открыты, все открыто. Бац, парень упал. Ребенку 12 лет, бредно. Его вытаскивают на скамейку, на улицу. Заходят, все за Наня, сапфира упала. Сапфиру за руки, за ноги выносят. Заходят, третий упал, а эти сидят, глазами хлопают. Дальше я разбираю, в чем дело. Все компьютерные игры. Сатана не терпит, ладно, она. Сатана не терпит, священник прошел, походил. Я их знаю, в чем дело. Что делать? Я нахожу с чужими детьми, что делать? А ты со своими не можешь. Так вот и хозяин-то. У меня в лагере такая дисциплина. А это вот воспитатель, вот воспитатель перед вами сидит. Ко мне приехал в гости начальник летного высшего училища. И он посмотрел, только у меня, говорит, такой дисциплины нет. В летном военном училище. За столом ни одного слова, даже шепотом. А подать. Напротив стола, в шапочках, в форме, дежурные стоят. Смотрят. Показал первую половину, сразу выполнили. Вторую добавки дали. Третью дать. Или показал вот так вот это. Молока дать, значит, чай, значит, они знают. Вот что сказать. Каждый знает жест. Легли спать ни одного слова шепотом. А почему? Я вам объясняю. В Англии такой порядок. Если в общежитии дважды нарушил покой и тишину, лишаешься права на общежитие. А он засмеялся. Он подходит. Кто смеялся? Никого нет. Так, быстренько одевайтесь. Выходите на улицу. Все выходят. Два часа. На два часа много ребенка стоит. Разбиваем на четыре дня по полчаса. В руки-прутик. Это винтовка тебе. Стой, карауль здесь. Он стоит теперь и звезды считает. А я, бывает, приду их вместе все соберу. И с ними тогда гуляю. А все спят. Беседы. О боге рассказывают. Так они готовы умышленно нарушить, чтобы пойти еще на этих беседах побыть. Ему на всю жизнь это зарубка. Он все это слышит, видит под звездным небом. Но мне бог даст положить на сердце, что сказать. Почему же мы допустили? К ним приезжают начальники лагерей другие. Дети, которые в других лагерях были. На ней прыгают и кусками хлеба кидаются. У нас как сидит за столом. Вот стол. Вот даже еду сейчас, видели. На кусочек. Вот стол. За него подбородок, за вертикаль, чтобы не заходил он. Подчеркнул. Синхронно беру руки. Поел, чашку залезал. Дежурному показал. Дежурный махнул рукой, чашку опрокинули. За все лето ни одной ложки погибшей пищи. Тебе что? Что мешает? Я каждый день год занимаюсь другими детьми, чем в прошлом году. Новенькие. И они все ходят, говорится, по одной плашке, по одной струнке. А если на будущий год компьютерные, которые игры были увлечены, детей уже не принимают. Ввожу новое в правило, проголосуем за это. А молитвное правило какое-то вы встречали? Как молиться за детей, которые все время этому подверглись? Я не верю в это. Хорошо. Католики назвали святого Исидора. За компьютерными играми смотреть и проще. Я в это не верю. Речь идет именно о молитвном правиле. Я должен рассказать им. Значит, встать на молитвы. Но у меня нет. Я говорю теперь уже за пределами своего дома. И такие, которые дети были, я давлю, в первую очередь, на родителей. Я им такие примеры. У меня на форуме следят, как ребенок бесноватой игры не дали. Другой, она мать утром встала. Говорит, что ты делаешь? Ну, уже эти. Он сводил нож, а сразу мать зарезал. Это все на форуме стоит. Ты этого хочешь? А если не так? Все вдребезги, разнесло, разобью, даже праха не оставлю. И все кончилось. Это мое право, мое дитя. Этого не было. Я не разбил ничего. Когда ребенку 18 лет, то уже... Ну, так ты-то 18 лет. Он же не 18-летним родился. Вот он начинает. А у меня вот зять такой, он там меня бьет. Я говорю, а зять как попал? Как? Так на моей дочери Валюше женился. А ты Валюшу где взяла? Так я же родила ее. Так она у тебя была в очреве. Ну, да. Ты песни пела? Ты музыку давала слушать в очреве? Или чем ты? Сбиталась-то. Как ты так могла воспитать, что она змея Горыныча и сбрала вместо ангела и привела в дом? Так поделом тебе, что он тебя табуреткой хлещет. Неси это, Иго, это твое. И не ропщи, мать. Терпеливо переноси. Убьет его, значит, пойдешь, Сарство Небесное. Молись за зятя. Молись за них. Молись. Начинает молиться перелом в семье. Нельзя делать-то другим. Ты милостыню жертвуй. Находи обращение. А то он с работы придет, дорогой зятюшка, а ты на нее смотришь, как он вот старая змея Мигера под колодной, а он тебя так зовет. Он тебя будет маманька звать, на руках носить. Я свидетель этого. С любовью можно слона на волосинке вести, а со злобы на веревке овечку не утащишь. Это все в тебе. А это вот теперь вот эти молитвы, семикратно в день прославляю тебя. Наши люди, которые знают, они постоянно звонят, наши общины, помолись, я уезжаю. Так кто звонит, у меня такая нужда, заболел. Вот, как кавальнирский отец Василий вышел, говорит, начни с себя. Ну, так уж, ну, так каждый должен начинать с себя. А встречи, как вот встретиться, если нам встретиться? Это ваши вопросы. Их вопросов сейчас было не меньше 30 уже. Это уже может составлять... Я вас тут замену. Нет, нет, я к тому говорю, что, а это ваши вопросы, они вполне божьи, были бы для других ваших товарищей, если бы он собрал за других. Я его понимаю. Это Василий сейчас договорил, что он собрал своих прихожан, когда я приеду. Это моя стихия с людьми беседами. Нет, ну, каждый божьи божьет, нет для себя нужное, полезное. Вот я, ну, как нужно решить? Если мы решим, вы можете как-то... Ну, если поедем назад, там, это как-то можно. И мы не обещаем ничего, потому что мы не знаем, где будем. Но, то есть, это один из вариантов, это же вполне допустимо. С отцом Василием почти договорились уже. Он говорит, сообщите, когда приедете. А мобильный телефон есть у Вас? Вот он здесь. Вот он. Вот он вверху. А, вот он вверху. Вот он мой мобильный телефон. Но здесь мы не отмечаем, потому что здесь высчитывают... Ну, у нас другая карта. Нет, если мы звоним Вам, Вас не высчитывают. Высчитывают здесь. Здесь высчитывают. Здесь высчитывают. Если бы я дома был, то она не высчитывает. Но я в пути. А мне не с чего. Мне купили телефон кто-то, положили деньги. Я никому не звоню, кому надо. Если крайне не стою, я брякнул и скале закрыл. А они теперь знают, мой телефон высветился. У меня ничего нет. Я всем обладаю. Как он, что Павел говорит. Понимаете? Если не люди, которые со мной живут, они же слышат. Ну, скажут, разобрался старик-то, что он брешет-то здесь. А они этого не скажут. Они знают, что это именно так. Вот что у меня есть, вплоть до рубашек, это все кто-то мне купил. Я все, почистую, все давным-давно разбазарил. Квартиры там, которые дома вот эти получил, все они подписаны. В доме, в одном у нас это церковь основана, молимся. Другой, который там, пришлось там, верующий брат, никакой, во Христе. Он все оформил на себя. Я все дела свои передал. Ну, кое-что еще держу на себе. Это молитва и форум. МФ. А скажите, пожалуйста, вот вы у себя, вот, поселение, скажем, как там правильно? Потерявка, поселок Потерявка. Потерявка, да. Все-таки, юридически как-то защитили, чтобы, допустим, не селились посторонние. Это невозможно. Это будет вопреки Конституции Российской Федерации. Почему? Если вы землю купили, допустим, но... Ее нельзя, нельзя купить. Вот, допустим, нет, секунду. Вот, как я знаю, опыт такой делает. Приобретают землю, оставят на нее и приглашают селиться в другие. Он один, допустим, один. Это он может сделать. Здесь мы не можем. Статус придан государственный. И приезжают люди, где они будут селиться, если земли никакой нет. Поэтому, если приезжают люди, будут земля нарезаться и дальше. Мы не можем ограничить сами себя. Петлю на себе затянуть. Мы это знаем. Такой вариант прорабатывался. Там приезжали первый год. Давайте мы тут откроем колбасный цех. Или там будем гнать водку, паленку, там что-то. Я в другом говорю. Я говорю, то вы, грубо говоря, предприниматель, ну, грубо говоря, продал бизнес в связи с вот этих все глобалистиков. Классических этих вещей, которых мы не принимаем. Он продал бизнес. И купил, грубо говоря, 100 гектаров земли. 100 гектаров земли. И поставили, допустим, грубо говоря, поселили из 5 семей. И говорят, пожалуйста, селитесь в другие. Ну, с вашими правилами, которые вы обозначили, там, не лги, там, ну, не матерись, не пыль и так далее. Если он это правило, то есть, пускай поставит он, да. Если он это правило нарушил, то ему говорят, извините меня, то есть вы должны уехать. Он не уезжает тогда, ну, напоминает, что земля это не его. Ну, вот, и тогда ему, то есть, хотя бы из какой-то рычаг воздействует на этот человек. Я понимаю, что... Нет, это будет антиконституционно. Каждый гражданин имеет право передвигаться и жить в любом месте. И поэтому у нас, если люди уезжают, то добровольно. Мы не можем правила наши написать вопреки Конституции. Превалирует на земле Конституция Российской Федерации. Мы обязаны войти. Дресс-код наш, это для нас. А которые приезжают посторонние, я не говорю, что ты сиди, пока принесут, там, платочек наденут, и придешь там. А я не желаю. Ну, она пройдет, в штанах выйдет, я не могу ничего. Завтра сто цыган приедут поселиться, ничего нельзя сделать. Но они не поселятся. Там молитва и все выжжено. Там статаня места нет. Там молитва и пост. Батюшка объезжает все это, коррпит водой. Приезжают люди, вот этот, который один начал пить. Ну, мы собрали собрание, предупредили. Выехал, все. Мы ничего не делали, как крестный ход сделали, а это нам не запрещено. И к вечеру его духу уже нет по сегодняшний день. Мы знаем великую силу нашего Христа, который слышит избранных своих. И мы нигде, ни в одном пункте не посягнули на права Российской Конституции, Российской Федерации. Почему нас власти терпят. А тут сразу возникнут такие вопросы, слова проблемы, я ненавижу просто. Я его не употребляю, а есть нерешенные вопросы. И у нас все это было бы по-другому. Ну, вот так у нас пока. Может, где-то сумели бы они по-другому. Там земля, у тебя нет земли, а ты съезжай. Для меня это звучит уже не по-христиански. Земли. Какая земля тебе, дворшина тебе, какая твоя земля? У нас именно так, что совесть на первое место. Мы беседуем, говорим, дальше объявляем пост. Ты хочешь молиться, Ваня? Давай тебе будем молиться, чтобы у тебя по-другому было. Мы призываем к молитве. Батюшке никаких рычагов нету. У нас есть сейчас, там один пьет. Мы ничего не можем. Батюшка запрещает, допустим, с соглашенными вместе будешь стоять в притворе. Прошло время, он не пьет, теперь опять заходит. Но больше нет рычагов никаких. Один рычаг любви, молитвы превыше всего. Вот у нас положено, в лагерь нельзя заходить в брюках женщинам. Но она приехала, санэпидемстанция, посланная. Я ее не пускаю. Она сидит с документами, ей надо по лагерю работать. Я запускаю, и прокурор, прокурора я запустил. Я обязан, потому что прокурор проверяющий. Милиция, а в милиции приехали одеты непотребно. Я их всех переодеваю. А та стоит там, но меня допустите, мне нужно посмотреть, как у вас дети живут. Понимаете? Я ее довожу до полного изнеможения. Все уже вот за стол собирают. Сейчас буду их гостей кормить. А она за станом там сидит. Но у меня на первом том месте не правило, а моя любовь. Ее надо принять. Я ей подхожу и говорю, Анна Ивановна, вот это у вас бумаги, уполномоченные. Вы их можете в портфеле оставить, не заносить, а просто как частный человек зайти? Конечно могу. Она оставила сумку. Теперь я тебя не из санэпидемстанции принимаю, а вас лично, Анну Ивановну, которую уважаю. Вы хороший человек, но у вас нет юбки. Принесли она вот такая широкобедра, ничего нету. Никогда принесли ей кусок матери, она обмотнулась. Я ее завожу. Я ее накормил. Но ей-то охота проникнуть в кель и посмотреть, какое белье, что вас интересует белье. Но вы, Анна Ивановна, вы как частный гость. Да-да-да, я ей теперь то, что она хотела с папкой пройти. Я ей то же самое дал. Я выполнил ее. Зачем она приезжала? Она уже не скажет теперь ни в милисте, ни где, что я ее не пустил. Я пустил. Но она все время сама себя ущемляет, что никуда не выпустит данные эти. Понимаете, здесь на каждое слово надо мудрости просить у Бога, как поступить-то. Вот ребенок у меня пришел, на пляже был там у нас пруд наш. И он пинал, раздевал. Лептички пришли, сказали, Валера, не пинал, у нас жаловаться нельзя в лагере. Но если сказали, пойди к старшему не идет, тогда обязан прийти и сказать. Ты почему пинал? Дурью маюсь. Я ему дал чурку, вот такую вот, теперь туда, туда 300 метров гнать ее. Ногами пинаю, догонишь до туда, теперь обратно пригони. Он больше никогда не пинался. Я должен адекватно ему дать наказание. Ребенок забывает вещи за станом. А дети помнят, кто в чем ходил. Сели за столом, дежурные мигом вокруг стана. Он огорожен у нас станом. Они оббежали, вещи все принесли, все кричат. Это Фросина, это Манина. Так, эту вещь он обязан взять, над головой крутить, вокруг станом три раза отбежать и кричать. Я забываю вещи за станом. А в это время мы едим. Если он ко второму успеет, его второй, первый уже не будет. Все, память пришил. Понимаете, на каждое действие у меня противодействие такое, что ребенок понимает, он виновен. И вот нельзя быть таким, каким он был.